Создать благоприятный климат для предприятий малого и среднего бизнеса. В этом суть реформы деятельности контрольно-надзорных органов, начавшейся в стране. Якутия – безбарьерная среда для предпринимателей. Этой теме было посвящено заседания Координационного совета по вопросам взаимодействия органов госвласти федерального и регионального уровней и органов МСУ. В заседании, которое провел глава республики Игорь Борисов, приняли участие предприниматели. Подробнее расскажет Юлия Михайлова. Последние два года магазин шаговой доступности и другие подобные объекты в Покровске буквально кошмарят сотрудники полиции и Роспотребнадзора. Написали прокуратуру, вот на всех троих, кого проверили, все нарушения грубейшие. Сейчас мы подаем на полицию. Но нет никакой работы. То идет Роспотребнадзор проверять, мы судимся, выигрываем. То теперь у нас полиция нас проверяет. Между тем, количество плановых проверок надзорными органами субъектов малого и среднего бизнеса неуклонно сокращается. С более чем 10 тысяч в 2013 году до менее 5 тысяч в 2017. Но количество внеплановых, наоборот, увеличивается. Ежегодно прокуратура выявляет свыше полутора тысяч нарушений закона в этой сфере. Более 200 должностных лиц привлекается к дисциплинарной ответственности. В принципе, определенные шаги уже сделаны по этому направлению. Определены точки болевые. Поэтому полагаю, что в принципе все органы заинтересованы в выполнении поручения президента и председателя правительства. Ну а у меня, соответственно, указания генерального прокурата, которые я буду обязательно исполнять. Роспотребнадзор увеличение внеплановых проверок по своему ведомству на четверть в прошлом году объясняет реагированием ввоза на территорию республики запрещенных санкционных товаров и массовыми отравлениями населения боярышникам и другими спиртосодержащими жидкостями бытовой химии. Между тем, каждый внеплановый визит надзорных органов к предпринимателю грозит остановкой производства, изъятием товара и, как итог, бизнес несет убытки. Мы столкнулись со следующей проблемой. Как только узнают контролирующие органы, что выезжают полномоченные по защите прав предпринимателей, либо разворачиваются, ну то есть проверка не проводится практически, да, либо проводится практически, ну то есть никаких нарушений не выявляется. Глава республики призвал контролирующие органы создать безбарьерную среду для малого и среднего бизнеса. Создать благоприятный климат для бизнеса призвана начавшаяся в Российской Федерации реформа деятельности контрольно-надзорных органов. В результате количество проверок должно свестись к минимуму. Каждое ведомство должно разработать и опубликовать на своих официальных сайтах регламенты таких проверок. Сами проверки, они прежде всего должны быть направлены не сколько на саму проверку, либо выявление каких-то нарушений, они как раз-таки должны быть направлены на повышение качества окарированных услуг и снижение и ликвидацию рисков для жизнедеятельности человека.